и еще раз здравствуйте как в анекдоте почти часа задаю такой вопрос по поводу горячей спички по поводу ограниченных ресурсов человека по поводу стоит ли напрягаться постоянно не стоит они лучше ли растянуть весь этот жизненный запас на долгие на долгие годы принципиально отличие живой биологической системы от всего что говорилось до этого в способности к регенерации наш организм регенерирует постоянно у нас постоянно растут ногти постоянно растут волосы постоянно постоянно обновляются клетки петелья печени пищевода у разных органов разная скорость обновления выполняется это за счет пополнения клеток из нашего кровит норм кровитворного органа костного мозга как вы знаете массово идет про продуцирование непрофилированных так называемых стволовых клеток из которых которые способны собой заменить любую поврежденную клетку нашего организма проблема только в том что с возрастом продуцирование этих стволовых клеток становится все хуже и хуже и хуже и на старости лет мы получаем масс 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 мы получаем массовая хранить или хроническую недостаточность свежих клеток поэтому кожа все ухудшается поэтому органы стареют и все наши физиологические показатели падают это касается и внешнего вида это касается и запаха тела потому что гормональность гормональный состав уже другой поэтому боятся выработать этот ресурс немножко неправильно я бы сказал наоборот надо пользоваться этим ресурсом надо заставлять организм вырабатывать все новые и новые клетки если у вас есть знакомые доноры поспрашивайте у них о ситуации они сдают кровь как правило раз в полгода с одной стороны они заставляют кровитворный орган продуцировать кровяные клетки раз со второй стороны организм к этому привыкает соответственно и в этом даже есть определенная польза у доноров в нашем случае пользоваться означает что заставлять свой организм тренироваться нету другого выхода как дать понять свою руку своему организму быть здоровым как только через тренировку почему чем меньше вы тренируетесь тем меньше приток крови к всем органам всей гормональной системе и в том числе к костному мозгу который должен продуцировать эти самые стволовые клетки если вы этого не делаете если пути питания этих тканей забивается атеросклеротическими бляшками идет идет элементарно нарушение обмена веществ то естественно продуцирование всего этого ухудшается 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 возможно что на фоне общего старения организма эта разница не столь заметно потому что я же сейчас нормы возрастные для 50 60 70 лет если вы после 70 приходите к врачу быть посмотрите свой паспорт прежде всего прежде чем предъявлять какие-то претензии к своему орган своему организму так вот на фоне общего ухудшения это ухудшение будет заметно потому что ухудшается сразу все десятки десятки показателей но если сравнивать с возрастом 20 лет то падение есть катастрофической так вот чтобы этого не было мы не должны смотреть на свой организм как сосуд с исчерпаемым количеством энергии наша задача эту энергию сжигать ежедневно что потом было восстановление то есть цикл расходования восстановления он присутствует постоянно тоже самое касается наших ресурсов ну например как вы думаете основное правило который секса секса сексологи секса патологи предъявляют для нормализации потенциум мужчин это что регулярная сексуальная жизнь почему потому что функция будет нормальной только когда она востребована понятно да иметь нормальное пищеварение это регулярное поедание пищи имеет нормальную мускулатуру это регулярной тренировки то есть любая функция будет у вас только если она регулярно используется где же нет ни слова о том что у нас исчерпаемые ресурсы у нас ресурсы исчерпаемые только в течение какого-то биологического цикла суток допустим может быть двух суток может быть недели в итоге мы получаем мы израсходовали ресурсы потом восполнили израсходовали восполнили это наш постоянный жизненный цикл мы должны знать что израсходовали восполнили вот только так и жить то есть вся наша жизнь это есть тренировка потренировались устали или израсходовали ресурсы отдохнули восстановили надеюсь что я ответил на ваш вопрос спасибо всего доброго